Девчонки, всем привет! У меня на этой неделе какое-то активное настроение по части влогов, прям вот снимаю, 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 снимаю практически каждый день. Потому что, я так понимаю, немножко все подустали от косметики и хочется смотреть каких-то таких более жизненных роликов, больше жизненных каких-то вещей. Сегодня у нас суббота, выходной, и мы его решили несколько разнообразить таким относительно светским мероприятием. Меня пригласили поучаствовать, стать членом жюри конкурса, который называется «Дыхание души». В общем, смысл в том, что мастера стеклодулы делают крышки, такие вот прям вот именно авторские, да, то есть не штамповка, а вот прям вот выдувают, такие мастера стеклодулы, в общем, это все называется. Они делают крышечки для определенной коллекции парфюмов. У меня вот так, как я очень люблю парфюм, и я очень часто выкладываю на своем канале ролики о парфюмах, пригласили поучаствовать и на свой вкус выбрать самые лучшие и самые красивые. В Москве, как всегда, в достаточно плотное движение, сейчас у нас 6 вечера где-то, но едет все очень плотно, всякие мероприятия, где-то что-то перекрыто, где-то какие-то аварии, но надеюсь, что приедем вовремя. В общем, присутствовали мы на мероприятии, посудили, я выбрала 3 крышечки, которые мне понравились больше всего, еще мне подарили аромат, я куда-то его уж правда запихнула в такой вот красивой замшевой упаковочке, сейчас скажу, как называется. Называется это Амор де Скульптур, в общем, это парфюм Софист, такие вот ароматы, очень они концентрированы, это такой типично зимний для меня запах, несмотря на то, что он достаточно свежий, лимонно-бергамотово-лилиевый, но очень он такой прям ядреный. Ужасно хотим есть, потому что только позавтракали, сегодня у нас завтрак. Кто готовил? Вероника. Вероника, как всегда, впрочем. Не как всегда, не надо, вот тут вот. Ладно, на этой неделе Руслан молодец, он оберегал мой сон и пару раз себе даже сам что-то разогрел или приготовил. Ой, ну ты так говоришь прямо. Ну это же правда. Ой, кошечка побежала, аккуратно, или собачка. Вот, и я сегодня готовила свою, просто уже ставшую фирменную, омлет с шампиньонами и томатами, дальше вареная колбаса у нас была, в общем-то колбасяцкий был завтрак. И вода кончилась. И вода кончилась дома, и нож сломался, в общем ужас, поэтому захотелось очень хинкальную, прям поесть хинкалей таких, тестяных, мясных, какого-нибудь супа навернуть прям, ну все-таки уже погода, погода. Вот есть такое, что летом больше хочется есть всяких там суши, смузи там и прочую такую историю свежую. А когда становится холодно, хочется кушать реально вот хинкалия, плов, в общем что-то такое. Поэтому у нас, как всегда, выходные, это просто еда, еда, поездки. Вот, вроде бы сегодня не совсем дико холодно, может быть где-нибудь в центре остановимся и погуляемся. О, пешочком. Вот, такие планы, так что давайте сейчас вам покажем, что мы найдем. Сейчас пока что ищем хинкальную, я не знаю, я хочу на районе, Руслан хочет в центре. Ну, посмотрим, пока что вот катаемся по непонятному для меня району. Кукусики мои, всем привет! Я так профукала ту часть влога. В общем, после того влога прошла уже пара-тройка дней, у нас сегодня с вами среда. Так что сегодня я еду переделывать ногти, потому что завтра в четверг я уезжаю в Питер, и оттуда тоже будет очень много влогов. В принципе, с этими ногтями можно было бы проходить еще, но я как человек помешанный на отрастающем шелаке не выдержала, поэтому хочу сегодня переделать френч. Поэтому, девочки, говорю честно, в салон из плетницы ходить можно. Первый раз я туда пошла вот за свои кровно заработанные деньги, там дешево, там есть разного качества лаки, выбирайте, что вам нравится, но ценник абсолютно адекватный. Они хорошо делают дизайны, очень все мило, естественно, киношка, естественно, кафешка, естественно, все классно, как бы, в общем, почему нет. Так что вот такая минута рекламы, но это не реклама, это честная рекомендация, потому что сначала я туда пошла ноу-нейм. И вот как бы за две недели, вот моим ногтям сейчас две недели, я мою сейчас опять снова посуду без перчаток, убираюсь дома без перчаток, все держится просто гениально. Так, машина у меня вообще что-то очень долго в последнее время прогревается. Мне тут пришла посылка, давайте откроем, посмотрим, что мне пришло, какие-то подарочки. Блин, я вот на самом деле понимаю, почему очень много комментариев, иногда негативных под моими роликами, но я понимаю, что многим людям, ну, наверное, завистливо как-то на это смотреть. Причем они, конечно же, пишут, что мы тебе не завидуем, ты такая жирная, у тебя такой нос страшный, блин, и мужик у тебя занудный, и сама ты дура. Но я понимаю, что на самом деле люди все-таки в основном, по большей части завидуют. Я понимаю, потому что со стороны, конечно же, это выглядит как, смотрите, телка получает кучу косметики, кучу вещей, все у нее классно, она еще и страшная, и жирная, а почему у меня не так? Я не знаю, почему у вас не так, вот вам пример. Носатая, располневшая телка живет, в принципе, себе в удовольствие. Давайте вернемся к посылке, посмотрим, что у нас тут есть. Так, тут у нас какой-то красивый пакет от бренда Тьери Мюглер, Тьери Мюглер, или Мюглер, как он там, Мюглер, по-моему, называется, давайте посмотрим, что тут есть. Ой, ой, я поняла, что это, это ароматическая свеча от Тьери Мюглер с ароматом Эльен. Давайте попробуем, затестим, сейчас подожжем. Ну-ка, Руслан будет в шоке, Руслан будет в шоке, он ненавидит всякие вонючки. Кстати, я тут поставила недавно дома вонючку от Стендерс, и что вы думаете, он ничего не сказал, а мне пахнет, так что мне повезло. Вы знаете, классический аромат Эльена перемешался с пудрово-мыльной основой. Огонь! Огонь! Все, сегодня домой приеду, будет у меня аромантик со свечами и со свечками. Короче, хватит трепаться, я поехала, потому что я уже опаздываю, мне нужно поехать на Китай-город, в центр, и еще нужно где-то запарковаться, так что увидимся уже там. Ну что, купля-то маникюр я сделала. Смотрите, какой красивый у меня снова френч. Я захотела прям вот простоты, чистоты, я не знаю, я сейчас с каждым днем все больше и больше становлюсь такой типичной девочкой-девочкой. Я ношу оттенки бургунди, серый цвет, черные джинсы. Я понимаю, что я вступила в поколение каких-то инстаграм-теолог в том плане, что, ну, следую, скажем так, трендам, но мне это искренне нравится. Я сейчас совершаю очень много разных покупок, и в основном я стараюсь все-таки уже покупать вещи более взрослые и не такие смешные, какие они у меня были. Не потому что меня заставляют, а потому что я себя уже вижу старше, больше, хотела сказать, ну и больше в том числе. Вот, и хочется уже чего-то другого. Ну вот, то есть мой гардероб становится более скучным, но я понимаю, что прямой крой и простые цвета, истинные такие оттенки мне идут больше. Что мы будем делать дальше? Дальше я поеду домой, точнее я хочу заехать в ЛАЖ, потому что в ЛАЖ вышла новая коллекция продуктов, там есть какие-то гели для душа. В общем, мне по описаниям на сайте очень понравились гели для душа, хочу купить их. Вот, так что заеду туда, а потом, наверное, разгребу посылки, и вообще нужно собирать чемодан на завтра и как-то поесть, что-нибудь оставить Руслану, потому что дома, дома не шаром покати, но все нужно готовить. А он у меня готовить не то, что не умеет, он умеет, и он умеет делать это хорошо, но у него просто сейчас очень сложный график на работе, поэтому я ему всячески стараюсь помогать и закрывать какие-то домашние вопросы, чтобы дома его ждал просто теплый, вкусный тыл. Вот, а то то кошка насыт, то есть нечего, ну что это такое, мужчина приходит домой, а там такой кошмар, разруха, а я только с маникюра такая приехала. Ну, в принципе, большинство дней так, в принципе, как бы и происходит, но, наверное, он просто слишком сильно меня любит. Вот, так что я поехала в пробке, не хочу откликаться на машину, на съемку, потому что я до сих пор не купила кронштейн для съемки, это очень неудобно, так что увидимся уже на районе. Помада размазалась, а мне никто даже не сказал. Решила себя порадовать, вообще я со временем поняла, что ароматы Lush, они для меня все-таки очень высоко концентрированные, и летом я в основном Lush не использую, но когда наступает вот этот вот осенне-зимний период, так холодно, вот хочется ходить в таких свитерах, и как-то ощущения на улице другие, становится такой пронзительно чистый воздух, и вот в этот момент меня прет от душка Lush, она такая яркая, сочная. Я себе взяла два геля для душа, я вообще очень люблю гели для душа от Lush, потому что они такие яркие, они такие очень позитивные, в общем, как-то так. Первый вот такой вот розовенький, он называется Comfort, сейчас расскажу. Крем-гель для душа, масло кипариса, абсолют черной смородины и бергамот создают этот вдохновляющий, успокаивающий аромат. Ну, аромат реально вдохновляющий, успокаивающий. Вы знаете, это аромат жвачки, либо это аромат плодово-ягодного мороженого из детства. Кто вот любит плодово-ягодное? Вообще, плодово-ягодное у меня ассоциируется с какой-то алкашной настойкой, но на самом деле, не плодово-ягодное, это мороженое, конечно, из детства. Офигенный, очень теплый, очень согревающий, прям класс, класс. И еще взяла один, он называется Шипучка. Я не очень поняла, будет ли он шипеть или что он будет делать. Написано, что это шипящий, игристый утренний заряд, полный масла в сладких апельсинах и свежевыжатого виноградного сока, чтобы ваше утро прошло на ура. Но, я думаю, никто не запретит нам пользоваться им не только утром. В общем, это такой реально свербящий нос апельсин. Я бы даже сказала, это не апельсин, а знаете, бывает такой мандариновый сок. Вот скорее это не апельсин, а вот реально такой яркий-яркий сочный мандарин. Если он еще будет шипеть в душе, я буду вообще самая счастливая. И еще я решила побаловать себя, мне хочется быть какой-то такой суперсекси-кошечкой, поэтому я взяла абсолютно бесполезный продукт, но мне кажется, он будет классный. Это волшебная пыль, волшебная пыль, пудра для тела. Я взяла себе именно розовую, она с таким искрящимся переливом. В общем, в чем смысл этих продуктов? Вы выходите из душа, у вас уже кожа становится сухой и вы наносите это прям вот по телу, по телу. Она имеет запах типичный такой bubble gum, то есть по запаху это очень похоже на аромат от Lush, снежная фея, гель для душа. Вот здесь тоже самое, соответственно, ваша кожа становится по ощущениям чуть-чуть посуше, ну она не сушеная, а вот более такая как бархатистая. Ну и соответственно, у вас очень нежные такие блесточки, которые, к сожалению, здесь вам показать не могу. Ну вот они, блесточки. Соответственно, на всем теле это будет еще гораздо красивее и прекраснее. В общем, я счастливая, довольная, вся окутана отдушкой от Lush. Я думаю, что я сейчас немножко позанимаюсь домашними делами, приберусь и начну снимать, 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 как я собираю чемодан. Скорее всего, я не хочу пихать чемодан в этот ролик, мне кажется, он и так уже будет супер насыщенный, здесь и так очень много моей болтовни. В любом случае, я вас люблю, передаю вам огромный привет, большое вам спасибо, что вы есть у меня. Я вижу, что вам очень нравится смотреть именно влоги. И на самом деле влоги, они гораздо более крутые, потому что можно вот таким образом взять камеру, снимать себя и разговаривать вместе с вами посредством такой связи. Потому что такие стандартные ролики, ну типа красивые стандартные ютубовские бьюти ролики, они все-таки требуют больше сноровки. Нужно сесть, нужно сесть вот за этот мой прекрасный фон. Да, кстати, кто не знает, мой фон выглядит вот так. Рассказываю просто секреты, потому что комната у меня очень желтая, и я приняла решение купить именно вот такой фон. Соответственно, я сижу напротив него, направляю на себя лампу и снимаю. А сегодня у нас такой свой простецкий вариант. Но, повторюсь, очень вас люблю, целую, обнимаю, собираюсь уезжать в Питер. Так что в Питер беру вас с собой, если вы не были в Питере, побывайте там глазами, с моими глазами хотя бы. Вот, а еще Питер, он прекрасен, но мы с Танькой, Таня, это моя подружка, мы почему-то выбрали такое странное время, у нее отпуск, когда мне просто предложил, говорит, Вероника, как ты считаешь, не хочешь в Питер поехать? Я говорю, блин, давай. В итоге мы буквально за там 2-3 дня собрались и вот купили билеты, все остальное, и завтра с утра выезжаем. Так что в Питере пить, Питер держись, мой адрес ни дома, ни улица, скоро окажемся там. Заболталась, очень хочу есть, пойду, в общем, надо поесть, постирать, поболтать с Катей, собрать чемодан, ну, в общем, до хрена всего сделать, кошмар. Вот, такие у меня глупые женские дела, забавы, но труд женщины и вообще действия женщины видны только когда она их не делает. К сожалению, вот стоит вам убираться, гладить, готовить, помогать, начищать, это никто не замечает. Вот стоит вам только перестать это делать, сразу же все выходит на передний план, сразу же появляются какие-то ненужные разговоры, ненужные придирки. Так что всем советую держать баланс между женщиной-хозяйкой и музой. Вот настоящая нормальная, адекватная женщина, она где-то посередине, потому что гораздо интереснее выполнять множество классных ролей, много классных дел, много ипостасей самой себя, нежели быть просто хорошей хозяйкой, или просто карьеристкой, или просто любовницей, или просто женой. Мне кажется, фишка как раз-таки в таких разных наших ипостасиях, повторюсь, и когда у тебя постоянно какая-то разноплановая деятельность. Но, во всяком случае, мне так комфортно, мне так приятнее. Слушайте, я сегодня попрощаюсь или нет? Кошмар! Все, целую вас, пока-пока! Пока!